привет мои дорогие зрители и сегодня мне бы хотелось рассказать вам о новой книге который назвать моя не идеальная жизнь и краткое описание так создать сюжет этой книги эта книга рассказывает нам о жизни молодой девушки кэти который живет в пригороде но однажды кэти решает что ей надо покорить нью-йорк и переезжает в нью-йорк и устраивается в очень требовательную в очень гламурную и роскошную и хорошо знакомую миру и америки компанию который продвигает кофе но босс кэти женщина очень требовательна ее зовут димитр и димитр очень требовательна ко всем сотрудникам своей компании очень она очень внимательна где где деталям и ко всему что окружает ее компанию сначала кэти было сложно входить в эту обстановку жизненного фонтана и бурление компании но потом кэти как-то смогла найти подход и к своей начальнице и к своим коллегам и она даже начинает встречаться с одним очень красивым но очень дружелюбным и очень приземленным так сказать вообще не молодым парнем которого зовут алекс остались алекс очень богатый и очень красивый он является партнером компании в которой работает кэти но однажды кэти получает такие новости которые разобьют все ее мечты и всю ее любовь и тем самым она возвращается к себе домой в свой тихий пригород на свою ферму и она просто решает что она должна сделать из фермы в которой она живет очень крутой очень роскошный очень хорошо узнаваемый курорт и курорт становится знаменитым и однажды ее бывший начальник димитр приезжает туда только потому что она узнает что это очень знаменитый очень хороший курорт и кэти становится очень рассеянной и она даже не говорит что она ее бывшая ассистентка бывшая сотрудница ее компании она изменяет свои имя и свою внешность конечно же одеждой и она начинает просто веселиться и мстить так сказать своей своей начальнице я она в гневе ей говорит твоя жизнь идеальна у тебя есть все а ее начальница то казалось бы злобная и высокомерная женщина говорит ничего моя жизнь не идеальна меня даже хотят уволить с этой работы и вдруг кэти понимают что ни с чьей жизнь не бывает идеальной но вы можете приблизить к идеалу смотря на вещи с позитивом и не теряя надежды и самое главное что мне понравилось в этой книге это то что она очень летняя очень легко читаемая и если вы посмотрите на нее поближе внутри не вскрывается очень очень глубокий смысл который как раз вот и улучшит нас тому что ничья жизнь не идеальна вы можете приблизить ее к идеалу смотря на вещь как я уже сказал с оптимизмом и надеждой надеюсь вы прочитаете эту книгу надеюсь вам понравится это видео до свидания спасибо